Так, крашусь, смажусь. Привет всем. С вами я. Наверное, вы меня знаете, что я села в Butterfly, серебряная бабочка. У меня вот такой шарфик, вообще нужно вот так, и он длинный, такой вот весь. Но это отдельная история, я потом покажу уже в раздвинутом виде, так сказать, или как это, правильно сказать, в развернутом виде. А сейчас ищу тени. У нас еще день, и поэтому вот этот вот беспроигрышный вариант, как он мне нравится, значит, Complex Culture, называется фирма вот эта, КГ, CC, Complex Culture, две СС, одна в другой. И вот это у меня вот только вот этот металлический аметист, и меня он вполне устраивает. Он у меня идет на самых хороших позициях, потому что накрасил и побежал. И быстро, и легко, и просто. Так. Качество идеальное, казалось бы, да? Всего лишь однушка. А как много пользы. Так. Чпок. Дальше. Тушь или же... Подводку. Наверное, подводку сделаю. Я заметила, что я так стала часто краситься. Мне говорят, летом не красить. Как это летом не красить? Наоборот, зимой хуже, потому что снег, дождь, слякоть, все вот так смажется. Так. Там на улице, конечно, звуки. Ну вот. Так, по-легкенькому так, буквально. Чуть-чуть. Ой. Дальше. Тушь. Я сегодня крашусь, опять же, в темпе вальса. Так. Чуть-чуть буквально. Не знаю, может, хватит или нет. Так. Дальше. Чуть-чуть бровки. Вот, буквально. Просто задеть. Вот это вот, кончиком вот этой кисточки. И пошел. Кто-то едет на мотороле, или, господи. А может, на мотоцикле. Ну, как-то так. Теперь. Хотела покраситься вот таким вот блеском. Но все-таки. Тут у меня столько всего оранжевого. Что я все-таки склонюсь к оранжевому блеску. Он мне что-то так хорошо идет в этом году. И потом быстрее закончится. Я буду рада, что я прикончила целый блеск. Так. Мне сразу вспоминается какой-то пионерский лагерь. Для нас были такие вот кругленькие вот такие вот блески. Вот так зачерпываешь. Он прям вот такой вот, ну, как бы, как твердый блеск, да? Ну, вот не опишешь. Ну, какой он был классный. И все эти блески привезли в начале сезона. И буквально за неделю у всех закончились. Потому что у кого не было, те доканчивали за них. Ну, короче, был такой пионерский коммунизм. Когда идешь на дискотеку, еще дети такие. Там в это время была песня «Самурай», 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 «ю-яй», «ю-яй», «ю-яй». Нам там было лет по 10, но до сих пор помню. Представляете, сколько лет прошло. Шутка в деле, да? 45 лет назад. А я до сих пор пою «Бонни Ем» и «Самурай». И вот этот «Чингисхан». Причем группа «Чингисхан», а сделана эта группа в Германии. Ну, все песни, которые на меня произвели огромное впечатление, это те песни, которые вот только-только начиналось такое чувство, не пойми, то ли ты ребенок, то ли уже взрослеешь. Ночь, дискотека. У нас это было дело, пионерский лагерь в горах, ну, ясно дело, это жалмота. У всех папа и мама работают там. И где-то обязательно будут путевки в этот пионерский лагерь. Ну, и нас туда с сестрой засовывали. И мы там, как бы... Вообще, я не любила ходить в поход. Потому что надо было лезть в гору куда-то там. Эдельвейсы под ногами не растут. Чтобы дойти до Эдельвейса, нужен труд. В общем, разные лагеря были. Один назывался Кайнар. Я не знаю, ну, если кто из Алматы, кто помнит, поднимите руки. Ну, это, если кто-то из моего поколения, должны помнить. Этот лагерь такой, это что-то с чем-то. Ой, у меня сразу нахлынули такие воспоминания. Если ты не экзисты, па. Ну, там Джо Де Сен, все танцуют на вот таких вытянутых руках. И Мири и Матье. Потом дальше, следующий сезон пошел там, был Род Стюарт. Там Бунием тоже. Ну, короче, вся дискотека 80-х пронеслась через пионерские лагеря. Там много было этих пионерских лагерей, кстати. И Дальвейс был. Потом еще какой-то был, по-моему, Энергетик. В общем, чего только не было у нас в детстве. Ну, вот. Как-то было весело, классно. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Нет, я не могу это декларировать. Что-то опять мне на слезы пошло все дело. Я собиралась показывать вам покупки, такие мелочи. Ну, теперь, короче, у меня какая-то ностальжи пошла. Чуть не разревелась. Господи, что-то там выше знамя поднимай. Запевала нашу песню, нашу песню. Начинай. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Звонкие, веселые. Та-да-да-та-та-та. Я забыла все эти пионерские речевки, блин. Расчувствовалась. Так. Теперь еще раз плакала, господи. Лучше бы я не пела эти пионерские песни. Лето, я не знаю, как-то это меня сподвигло. Так, ладно, покажу, что я купила по мелочи. Купила вот такую вот шикарную пепельницу в мою коллекцию пепельниц. У меня уже их столько. И некоторые есть такие шикарные. Вот это там средней шикарности, конечно. Но все равно это такой очень тяжелый хрусталь. Мне кажется, здесь килограмм-полтора есть. Представьте, если она гроболызница, она будет такие. Во все стороны будут такие искры из стекла. Дальше. Купила вот такую вот девочку с сумочкой. Такая прикольная. Вот она. Когда мы были в Бостоне, там продавали такие и в Нью-Йорке. А потом бац, это все прекратилось. И даже там. По-моему, эта компания прекратила свое существование где-то лет 5 назад. Но все равно. Там были вот такие девочки каких только видов. Вот это вот, допустим, с жилетиком. И такая вот черная юбочка. Причем сделана такой шелк или крепдешин. Ну, вот смотрите, сумочка такая. Я как-нибудь продемонстрирую ее на себе. И смотрите, у нее еще ручка такая. Одна такая с цветочком. Это просто черное такое платье. Fancy. Fashionable. Так. И еще я купила давно. Я никак не могу показать. У меня вот такой вот шикарный шарф появился. Ну, как же я могу пройти мимо фиолетового? Я не могу. И просто я не могу пройти мимо блестящего и фиолетового. Вот взяла. И такой вот винтаж. Мне кажется, это 60-е или 70-е. Такого плана что-то у моей мамы. Такая расцветочка какая-то. Вот такая абсолютно незатейливая, как говорят. Почему-то она тронула мое сердце. Я ее взяла. Буду с чем-то сочетать. Может быть, с таким нежно-зеленым. Такой зеленый редкий. Типа хаки, но только намного светлее. И последний я еще купила платок такой. Для... То есть вместо этого тюрбана вот такое буду повязывать. Дело в том, что я на что обращаю внимание. Чтобы это был шелк. Здесь, к сожалению, нет бренда. Но мне кажется, это вот этот японский... Алия или что-то такое. То, что у меня был такой шарфик, типа того. В таком же примерно стиле. И куда-то он делся. Вот, кстати, теперь это у меня будет такое replacement. Replace, но по-английски это замена. Так, вроде бы все. Сейчас я расплетаю косы. И мне нужно уже убегать. Если еще хватит времени, сниму еще один клип. А если нет, встретимся в следующем клипе. С вами была Сила Батайфлай. Серебная бабочка. Пока-пока. Я полетела. Так. Вот так вот я выгляжу, когда мой муж в командировке.